Поехали в замок. Замок как называется? Веста. Вот он замок. Это Германия. Зоннеберг, недалеко от Зоннеберга, километров 25. Сколько лет этому замку? В пятнадцать веке он стоял наверху. Пять веков уже есть, да? Тысяча шестьсот веков. Пять веков, да. Такие строения строились несколько десятков, а то и сотен лет. Это еще замок небольшой. Заходим в этот замок. Там стоял часовой. Вот вход в главный замок. Смотрите, какая высота. Метров десять, наверное. Вот эти стены все нужно строить. Вон там часовые стояли. Вот мальчик сейчас там. Заходим в замок. Главный вход. Вот здесь опускались ворота. Закрывались. Вот они одни ворота. Здесь вторые были. Вот представьте, дерево какое-то наружное. Он не никакая. Еще всегда. Вот по этим направляющим шли эти ворота. Закрывались. Идем дальше. Дальше идем. Этим камням отшлихованы. А тут какие войска были, когда войска завоевали? Что завоевали? Кого? Что тут? Кто вас зовет? В обурге? Это русские были здесь? Нет. Они в ВДР стояли, наверное. Американцы. 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 Американцы? Ну, как-то, что-то. Смотри, какие. Вот сюда. Голи. Дерево-то. Все против человека. Вот пушка. А давай сфотографируйте. Я снимаю. Сама сфотографируйте. А я здесь сигнал технику. Это? Давай. Еще она бабахнет. Это, конечно, снималась. Пойдемте. Давайте. 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 Сейчас я погоди. Вот это да. Опять возле этой пушки. Вон меня сейчас насфотографируют. Вставайте все. А я нефотографирую еще. Вставайте. Виктор. Дружнее. Становитесь. Слиже. Слиже. Внимание. На ваш фотоаппарат. Внимание. Это наш. Мы сейчас на нашу, потом я на ваш. Внимание. Смотрите. Я сфотографирую. Ваш. А ваш? Воложист. Ну, это пушка-то уже свежая. Она смазана. Смотри. Какой год фирма? Вз�ажал с любой страны. Ага. Дальше разведается вот это вот. Казенная часть. Куда-то чуть-чуть не поднесли. Возможно, она не размазана была. Вот это сделать со скышкой. Вспешки не будет, но она годового. Все. Это стеинерная Кеминарда, и в этом году мы будем только на французском и на французском и на французском и на французском. Продолжение следует... 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 Вот с 19 века Это вот все вот эти вот фьюторы Сначала 19 века тут все отопление сделано на этом Паровое отопление Паровое, да? С 19 века А я спросил, как до этого было Она говорит, ну раньше углем топили И вот эти печки, которые сейчас стоят С 19 века, вот эта зеленая была Это чисто не характерная А раньше они не топились? А раньше удобно, она не топились Но, видимо, печки стояли Письмо от руки Хочешь их не сядь? Кать Они не организовывали люди Здесь вот оружие Оружие, да Лапы Оружие это пока только этот самый Там еще оружие будет, знаешь? Шпальги Копье Мечи Лапы Лапы Это видно на лошади, чтобы скакать Седловина Здесь Седловина была Вот Какие латы Ковались они Искусными мастерами Да На той стороне тоже сломали Латы Шлемы Шлемы Лапы 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 Все вышло, надо. Сейчас сниму. Подожди, подожди. Я уже все снимаю. Давай. Чтобы как-то вышло. Подождите, стойте. Ну, так красиво. Дети защищали себя. Родину, детей. Кто-то нападал, на кого-то они нападали. Пошли. Вот интересное дерево какое-то. Что это за дерево? Вот это дерево. Дубовые колонны. Наверное, дубовые, скорее всего. Потолок. Потолок. Потолок из этого же дерева. Угу. Пожалуйста. Они это цельным вырезали. Там еще. Градием. Это не цельное. Видишь? Здесь кухонные принадлежности. Всякие. Вазы. Бокалы. Ну и прочее. Что использовали богатые люди. Разве это было украшение? Ну вот украшения всякие. Сколько труда было на это положено. Не к божественному было направлено, а на всякое земное украшение. Да. Дальше. Идем. То же самое. Большие бокалы. Тут зона вверх видно. Тут очень много городов видать. Давай, на свете. Тут? Давайте. А может быть там есть другое? Этой ширмы нет. Там другие окна есть. На свет-то не получится. Ну да. На свет не получится. Вот. Какие тут города видны-то? Ой, да тут и зона вверх. Там вот есть такая на улице, такая башенка. И туда доходишь, и там все расписано. В какую сторону, в какой город направление. Вот это появится. Вот замок наверху горы, да? Находится. Да. Он в том месте. Вот в той стороне, там где мы живем. Там башенка должна быть. И там оно все так. Вот украшения какие были. Вазы всякие. Бокалы или как их назвать. Тут уж на каждой вазе не будем устанавливаться. Идем дальше. Вот деревянные. Красиво сделано, да? Конечно, мастера делают. У нас такие делают. Мастера. Вот оружие будет дальше. Вот, смотрите, здесь. Орудие пытаются. Орудие пытаются. Орудие пытаются. В голову убили. Как пытались. Нет. Вот этим топором. Сейчас ты прочитаешь что-то. Это какой номер? Девять. Рихтбай. Рыцаря. Рыцаря. В Готе рыцаря. Рыцаря звали Грумбах. В 1567 году этим топором казнили. Рыцаря. В 1767 году. В 1867 году. В 1567 году. Ну, как маска позора. Да, маска позора. Одевали на маске. Это вот эта с длинным, да? Маска позора, да. Эта маска одевали, вон, рангер, штрафы, эры. А, это эры штрафа. Если, допустим, эры, это, это самое, это честь. Если, допустим, он, ну, че-то, честь, он, свою, это самое, ему одевали. Если он что-то собрал, ну, не собрал, а что-то сделал такое, унизил свою честь, одевали в наказание вот эту штуку. Виктор, отойдите вот так, ящик, чтобы все видно было. На отключенную чисто, где-то сюда. Без вспышки еще не будем, она смазанная вся. Все будет смазанная? Ни одна смазанная, не будет, ни одной. А давайте я на свой сейчас, если что, я... Если вы сделаете вспышку, хотя бы она не делала вспышку, но на вспышку включена, тогда получится. Я не знаю, почему-то. Кабанчик. Подвешенный. Это самое богатое оружие, наверное, вот это все. Потому что тут все оружие, все, ну, склад. Видишь, как сделано, все было. Сколько здесь пистолетов, мушкетов. Таких оружий. Какого века это все. Все направлено было на убийство человека. Ну, какие-то уже картечи в ходе полили. Что себе система. Всякие-всякие оружия. Всевозможные, изощренные. Какие-то, конечно, выделаны, тут и кости, наверное, слоновые. Дерево метал. Да это что. Какие-то картечи были. Стреляли с картечи. Схема. Всего не пересмотришь, сколько здесь. Типа, такие ножи, палашу, что ли, или как называют. Вон сколько стволов. Семь стволов. Ну, надо же. Миниатюрный пистолет. Грустный. Это, да, это целые пушки. Видишь, какое длинное? Как они ее выкатывали. А вот смотри, как это делается. Запрягалось. Это на охоту все, да? И вот эту пушку, вот эту вот пистолет. Ой-ой-ой, так это раз, два, три, метра три, наверное, с лишним. Игнати, ты как-то еще. Глины. Там нарисовано. Собаки для охоты. Классный пистолет, смотри. Смотри, какая пуля. О-о-о, крупняк, да? Это все мастер что-то сделано. Представляешь, какие немцы мастера вадами в те времена? А, вон, смотри, какой. Это оптический прицел. Это дальнобойная, видишь, какой. Вот такой толщины. О-о-о-о. Оно весит... Скажи, скажи, скажи. Вот тут. 26 килограммов. 26. Этот, калибр 16. Где-то немцы в этом году, где машина рассела. Потому что два раза. Ну, не, не, не. Нужно посчитать, сколько разного малейка. И вот на ивановой там все это... Тросточки. Полетит. Какие-то особы. Особы. Богатые. Еще раз туда смотрите. Кадем. Нет, вы не смотрите. Недавно. Ну, вы верите, не говорите. Сколько оружий. Сколько оружий. Какие-то обрезы. Вот и сколько тут, смотри. Круто у нас. А это что? С ходебным околочением или что это у нас? Надо железное объявить. Что ты делаешь? Вот, привели эту руку. Круто. Вот, по-барту, какой. Чтобы самароматься. Круто, что заходить. Кто-то, вовсу, куто, нахожу. Круто, нахожу. Это железная глюка, ее надо было согнуть, сделать вот так, как он накручивал, она шаг дальше натягивала, и тогда механическая натяжка, она ее с ней натянешь. Да, шикарно. Вот он еще, какое прошение, как мы все заводили. Арбалеты, сгибали, какая толщина, железная, пружина там опять не расстреляется, арбалеты уже латы пробивали, все уже, латы не сдерживали ударом. Это, видите, рукописные книги. Да. С 1609 года. Вот тоже, как обычно, книжку просто осмотрел. Вот такая хорошая. Ага. Сколько оружия. Зал тоже оружейный. Ага. Немного калкушка. И вата с этой стороны. Таким вот, целыми этажами. Смотрите. Это очень интересно. Смотрите. В чем отличие вот эти все? Посмотрите. Это были простые. А вот это было начальника. Видите яйца закрытые? У начальника, чтобы было все в порядке, чтобы не отбили. И притом у одного. У вас все можно сделать. Ничего страшного. У вас на этом? У вас не начальника? Ну конечно. А всех остальных это не важно. Это наверное был этот. Командир. Сырак. Ленинод. Такой. Вот у нас какая-то есть. Секиры. Копы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мечи, шпаги Может палаши, не знаю Маленькие пушки Маленькие пушки Многоствольные Субтитры делал DimaTorzok 49 да это тогдашняя установка град наверно да военные баталии на картине вот видишь а чё это вешали людей что ли на это так лиданах бал они строили как показывали по не по картинке и строили это гандштейн и полностью из металла оригинал 16 века бросательная машина видишь вот она вот так бросал она так хочу бросал это фуэрвер огонь этот фуэрвер фуэрвер вот сейчас смотри фуэрвер это этот как его вот как сказать шар горящий он фига ли быстро как но я читал что скорость 200 с лишним км в час достигал фуэрвер это это самое это этот салют салют на фуэрвер это салют салют раньше не у так салют но покажите сбоку нифига и она так вот моментально вот показали вы сбоку как она летит да они так загибают я видишь значит загибают так они и взводят это взводится она так сколько надо они показали бы как она летит разогревая показали бы как летит он но это могут и в этой осадную такую используя используя или видать моментально летает ну ладно пошли пошли дальше вот пила смотри по металлу где кареты смотри германии далеко до зонеберга кобур так что клиники делали чтобы я был у дома вот это он битсей то есть тут только вырубили когда приближало королевич Юрий Гориапольев Гориапольев из Бельгии или английский королевич Викторий или английский королевич Викторий о еще можно не это не понятно как 2000 идти он туда это уже современный 15 век это Equipment В 19 век это были такие, а здесь были такие, а в 19 век это уже свежачок. Аж один обмундирование, хомут, это зимняя страня. Это все абсолютно не нужно, они не знали, что делать дальше. Упал вон хомут, видел какой? Хороший. Ты видишь какие-то дополнительные глаза, фигуры. Человек выпиливал, делал. Сколько бесполезного труда. Сколько вот это всего. Вот такую фигуру взял. Владимир, я не знал, но это еще ничего. Два тарада уже увлекаются. Вот, часы завели. Часы ходят. Один перед одним не зашляжешь. Что сделать? Это взял так, это грудь открытой взял. Тоски видать. Вот тут интересно будет. Часы были на курсе Розенаук. И сделал Хоффман, мастер Хоффман из губок. Это часы были. Турурверт, это напачные были часы. Какие гири-то висят. Это серьезно все. А вот интересно, смотрим наверху. Торелка прочитала. Вот у них здесь тут идет гараж. Здесь он идет гараж. Это для свадьбы. Вот это карета для свадьбы используется. Карета для свадьбы. Лимузин тогдашин. Да, нет. Парень, это колесы все такие, да не ровно. Все этим не хватало. Ужасно. Это на таких телек есть. Он садился, посыпался, наверное, там, что телек выралили. Ох, садьба. И вы, 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 вы. И вы, 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 вы. А это на руках носили патишаха. Он сидел один с такой карамбурной, как и ухом. Вот этот сливок. И на блок. Видишь, сирий, тук-тук. Иди сюда, иди сюда. Здесь, здесь, иди сюда. И как раз клятву. Здесь дорогу. Огромные колеса, наверное метр шестьдесят диаметр. Огромные колеса. Даже рубли здесь, среди множества динок лежат. Походим на свободу из темного замка. Воздух там такой тяжелый, видно, что температура поддерживается постоянно. А это колодец, колодец, колодец. Вот какие высокие стены. На лестницу говорят. Планер летит. Сейчас появится вот здесь планер. Вот он, над нами планер. Поднимаемся выше. Как сложено с камней все, да? Удивительно. Сколько люди труда положили. Вот так нам надо даже больше трудиться для Царства Божия. Вытесывать камни с его самолюбия под евангельские принципы. Это я тут говорю насчет того, что нам, брат, в духовном, как надо трудиться. Если вот люди мира сего так трудились для того, чтобы замки такие строить. Продолжение следует. Поднимаемся выше. И будем защищаться от дьявола. Вот они какие высоты. Высота. Стены не могучие. Какая тут высота. Км 30-40. А там телевышка, как будто у нас Барнауле на горе. Вот так прогулялись. Слава тебе Господи. Повторяем, что это и где-то нет. Никуда Богу молится. И самое главное в Западе Христа попирается. Для чего он пришел? Красиво у нас сделан зал. Клянусь на Библию. Когда написано в Библии, не клянись. Что-то непонятно. Господи говорит, не клянитесь вовсе. Ни небо, ни землю. Садитесь сюда и я вам вопрос хочу задать. Я не хочу сидеть. Мне даже сидеть здесь. Мне тяжело. Вы вот последний раз рассказывали про мусульман. И там как он называется? Священник, который с башней кричит? Мула. 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 Ну как? Или мула. Мула. Как вы переводили? Он кричит по-русски. Так как это? Ну как? Ну русский что? Колокол бьет. Ничего не слышать. А мой день? Он залазит на озорку на мечетника. Он кричит. Кричит. Примерно так. О, правоверные. Вставайте на молитву. Это намного лучше, чем спать. И люди все слышат и идут на молитву. Почему у нас мужчин нету? Да потому что нет молитвы. Объединяет только молитва. Не война, не Отечество, не все. Только молитва. Только Христос Иисус. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Он объединяет Христос. Глория – Христ. Глория – forever. Слава Христу! Валерий – слава! Господи, прости. Найтихач комментируй. Томилы с его душой. Не, не, а правда? Я просто говорю, что это люди так устроены. Такова суть. Грех так поразил. У людей. Какая суть людей, видишь? Никуда не денешься. Нет, она не такая суть. Мы созданы для райских обителей. А видишь, а большинство думает по-другому. Большинство в заблуждении, да. Есть мир в заблуждении. Много званых, мало избранных. Много званых, мало избранных. Это я. Это ко мне. Меня следят. Меня следят. Меня следят. Это же замок. Короли тут были. А вы говорите, что тюрьма. Ну, она похожа на тюрьму. Где-то ватарёв. Я слышал, что Жаннековец до факторов и запах крови. Они тут спасались? От чего спасались? Они утопали здесь. Храги и греха. Да. Ничего не было. Давай, ватарок, сними. Как называется здесь, Владимир? Давай, назови. Это место как называется? Замок Весты. О чём всё? Город Кобург. Вот она. Смотрите, какая красота. Витя, снимай. Мы пойдём вон туда вниз по дорожке. Ходили. Я говорю, какое тяжёлое впечатление остаётся. Да. Это кровь. Это инструменты. Изобретали. Убить. Больше ничего не думали. Страшное дело. Убить человека. Вот вон оттуда мы пришли. Видите, где автобусы стоят внизу? Да. А туда мы пришли. У всех один, говорит, выход. И один вход. 50, говорит, всё суета и там нету. Вот люди всё. Воюют сутят. А чё сутят-то? Жили бы спокойно, мирно. Чё надо? Представьте, сколько строили. Сколько рабочих. Стащили такие блоки. И как смотрел хозяин, осматривался. И садится за столом. А к столом там разные фенитики. Крюшки лярды нужные. А вон аэропорта. На телеге разные орлы, женщины голые. И это всё сделать надо было. Зачем? Одни друг перед другом щеголяли это. Как в ГУЛАГе было. А у меня банщиком работает профессор. Там один населник отряда. А у меня два академика работают в уборной. И Сталин сажал их. Это же самая история. Я внутренне говорю, что я чувствую здесь. А вы как к мусульманской вере относитесь? Нормально? Это как и ненормально? Зачем я относиться, когда это не Божье? По слову Божьей всё это анафема. Кто будет говорить не то, что я говорю, а анафема. Анафема, то есть проклятие. Галатам 1.89. Христос говорит, кто не со мной, тот против меня. Но мне понравилось, как вот этот МУЛАГ кричит. Деяние 4.12. Говорится, нет другого имени под небом, которым принадлежало бы нам спастись. И вот на этом стой. Верующие все на Божью имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Вот и всё. Ответ-то очень простой. Или со Христом, или в аду. Вариантов никаких нет. Никакой середины золотой нет. Это люди придумали. Такого слова нет в Библии. В Библии есть что? Налево или направо. У вас шуметь будет тут ветер. Нет, не будет. У меня всё блокирует. Да, это стоит. Деньги заплатили. Мне ещё билеты-то покупали. Нет, это томительно. Да ладно. Да чё так ладно. Человек работал, горбатился и отдал ни за что. А что, их сложить в подушку и смотреть на них? Ну, увидел. Подновил память только. Я надул как-то на Конгресс интеллигенции и увидел, как коммунисты выступают. Но она... Есть, конечно, условия, что посмотрел, чтобы не забыть, что это зверьё ещё живо. Она ещё зубы точит на всех. Коммунисты. Да они в каждой стране зверья. Никуда не убежишь. Куда бежать? Я не говорю бежать. А что знать о чём молитве, с кем будет общение. А где? Ну где рай? Вот скажите, где рай? Я поеду туда жить. Рай? Рай у Христа. Ехать никуда не надо. Где есть, там и трудись. Ну, написано в Писании, 13-14 писает. Под конец мира все победят к своему народу. Будете искать выход. К своему народу. К ваш народу. Вы знаете, как мы говорили с Жанной, где она? Белоруссия. Побежишь туда, но здесь ты не будешь. Наши немцы народ. Господь, сначала я пошлю рыбаков, а потом охотник. Рыбаков это заманывающие. Рыбаки это мы. У нас там хорошо. А потом охотников, когда будут гнать и бить. Речь идет о библиях. Но мы применяем это в семье. Я об этом знал, что это придет время. Но я надеюсь, мы не доживем для этого. Может быть завтра. Может быть завтра. С высоты бросали тоже страшно. Мы много насмотрелись, а теперь надо уже отмаливать это все. Перед Богом. Памятник воинам. Первой мировой войны. Второй мировой войны. Второй мировой войны. ждем. Второй мировой войны. Второй мировой войны. это что было можно еще и подземелью как вы видите это может быть выкапывалась может быть камнетесы работали были на экскурсии в замке сейчас выходим огромный замок с твиной высотой несколько десятков метров наш Игнат Тихонович томился он здесь послушаем что говорит он жизнь жизнь а германский когда вся жизнь все планета от создания ее до кончины до последнего поворота ни один человек еще не один языком не пошли вот тогда объясняет флаг это нечеловечество божественно он дан России в этом пропуске надежды я объясняю я говорю скажите какой у Германии флаг какие от волосы объясняй желтый, красный, черный как они вертикально или горизонтально черный объясните что означает черный черный означает землю, красный кровь это во всех странах флаги обозначают значение государства желтый, желтый наверное означает жизнь, солнце, солнце, солнце один в мире есть флаг один российский который божественный все остальные человеческие это божественный флаг он вне временной в российском сколько вне конференциональной три первая полоса горизонтальная это кровь все рождаются в крови в крови ради родился человек это война и умирает человек следующая синяя полоса человек рождается для неба он должен думать показано будь то мусульманин будь буддист он рождается в крови и также должен думать о небе помышляйте о горнем и не о земном и третья белая полоса это великий белый крестол перед богом суть божий рождение сотворение земли назначение человечества искать бога жить для бога и будет божий все когда ничего не три полосы в таком порядке до неба идут этот флаг нельзя создать он один так у франции то же самое только по вертикали только так только цвета перепутаны ничего нету это ничего нету и они ничего не говорят а это именно в подъеме как родился глаза поднимаешь к небу и потом страшный суд а почему он белый да бог так назначил почему белый престол бог говорит ян хреститель говорит из откровения я увидел великий белый престол от лица которого бежала небо и земля и сидящего на нем христа это бог сказал тут уже вопросы отпадают и что земля в крови об этом все знают все рождаются в крови и живут в крови ссора любая ненависть это все кровь земля пропитана от кали до центра это ничего не осталось хожу сколько в церковь никакой чтобы я ушла оттуда умеет это очень ушла и у меня вот это вот как что-то я получила от церкви что-то проповедь какую-то чтобы сердце мое колыхнуло очень редкое редкое но увидела что показывает сегодня мы смотрели путин заходит в церкви ему икону там дарит ничего нету не перекреститься не могут с кадилом дым свечу он заходит со свечкой ставит ему слово надо сказать покайся сколько что греха нас цеплял никто ничего не скажет да а может быть ему и нужно что-то сказать ему в помощь конечно так ведь об этом я и говорил сейчас такая ситуация ситуация ужасная и он во главе стоит милу жалко и сильно так шишки все на него молимся больше воистину смотрите только не упадите машина где еще дальше подойдите здесь я скажу вот здесь давайте я ивгомин и никита день в херстинке запрашивает москву и москва дается разрешение на встречу со мной евро ошибка какая то никакой ошибки москва патриархия со мной на встречу ты думаешь говорю говоришь а когда никите сказали мига все равно мне интересен человек который не перед тем не склоняется который прямо говорит что бог сказал мне надоело когда все это выправляют подрихтова это бог угодно начальнику нет угодно епископу нет это не божьи слова когда ты под него подгоняешь на это твои мысли твой ум твоей академии вот так говорю мне интересен народ мой знает им интересно встретиться человеком и поэтому он зовет и приглашает и ну я как человек мне приятно послышать это в херстинке с кем вы встречаться будете с этим патриархи которые патриархийные главное которые были протестантские в лондоне отсекли я им оставил книги и отношения остались такие что он готов в латвию в латыш который организовал приехать я говорю не надо андрей фамилия сисенис в три буквы с в одном слове удивительно а наш он не хочет с вами встречаться наш наш германии ты разговора не было это москве так как кирилл кирилл какой кирилл сахар я от него не знаю про алексей я знал то спрашивал про меня и одну кириллу что мы я писал не раз мы я ничего не знаю я знаю я должен быть верен и вот этой гуми никита куда сейчас едем херстин он и говорит мне интересный человек я его биографию узнал и народ теперь знают о нем люди ждут им интересно услышать его мнение по всем вопросам вот и весь сказ каждый сами по себе это мы ничего не значим это это бог делает и везде вот сейчас выходит который я не встречал что у православных говорили прямо открыто по слову это что-то не видно я сам православие я сам не раньше нахожусь православие в этом задавленности в мертвых воде там жесты делает мимо и вдруг открыто все мне это очень интересно значит православие можно оживить ну как я живу у нас не тихий говорит пробуждение в россии я говорю какое пробуждение где вы увидели ваши общины община пробуждения россии это говорит епископ который у нас 13 лет был он где-то там нас давил а внутри он понимал это единственное другого просто нету все остальное уже обрублено и кастрированное по-настоящему собрать людей людей могут только священники они у них сконцентрированные так и волосы просили я даже не дала парад наши не разговаривать может слава тебе благослови нас в этот путь устроила добой ангел-хранитель не остались пронеси сохрани приготовь сердца людей наши с кем мы будем встречаться матерь божия покровности святым опором сохрани нас господи в святой православной вере не дай ему планирует и налево не направо благослови патриархи кирилла все хипископа священству дабы вера православная воссияла во всем мире как вера апостольская соборным благословили германию где мы находимся этот город правители и жители его чтобы они извлекли нужен опыт из бывшего поражения и по сегодня в этот день началась война против народа твоего россии и он как бич прошел по стране исчез навсегда научи нас извлекать нужно из того что мы слышим и видим дай нам истинное размышление в духе святого мы просим благословения нашу страну россии на украину тиши мятеж это твоя рука твои суды мы прославляем тебя за все что происходит хвала тебя отец сын и святой дух аминь спаси христа прощаемся в зоне берге с нашими сестрами накормили урагана считает нас за кгб вы накормили у нас еще и облаял придать отблагодарил спасибо вы не понимаете мы понимаем благодарность это бы он подошел там походил бы пошел загуливают хозяин свою собаку как брат колесница наша заедет до коптенгагина следа сбора проверяет уровень масла как какая скорость у вас самая большая а чё а чё кто бывает разгоняем все это уже все лучше в ушах вискет начинает Он ездит только по Потеряевке, по полям рассчитан. Да он с такими колесами еще по Потеряевке ездит? Маленький такой. Ну а что, по Потеряевке там не проедешь иногда? Он же полноприводный автомобиль, он как вездеход, он вездеход считается. Вездеходом? По бездорожью. А тут культурные дороги. Мы прощаемся, сегодня 22 июня 2014 года. Встали мы ровно 4 часа, когда Киев бомбили. Он не любит когда фотографирует. Я его сфотографировала в каком положении у вас ездит. Мы вчера были в этом. Давайте отойдем, сейчас будет машина заводиться. Веста. Веста. Сколько километров? Веста. 25. 25, правильно? 25 от зоны борьбы. Мы желаем, чтобы зону борьбы был благословен. Хороший, тихий городок. Земля есть, где машины поставить. Земля, то я приехала, поставила, 20 с лишним машин будет все лучше. Я размышлял вчера о немецком народе. Начавшие две мировые войны потерпели самое сокрушительное поражение, какое только можно было представить. Полный, абсолютный разгром, безоговорочный. Когда договор заключает, договор, мы тебе аннексы какие-то, контрибуции, ничего нет, безоговорочное. Хотим, оставим живых, хотим, отрежем голову. И все, подписали, а остальное дальше началась казнь, самая главная, против которого слова нельзя было сказать, вешать вначале, в Нюрнбинский процесс. Это все здесь. И я посмотрел на орудия, оружие, пушки. Это высокоразвитая нация была, как они готовили. И Кривер надеялся до конца, что чудо оружия спасет или поссорятся эти союзники. Все аналитики показывали, что это невероятно, это не может быть, чтобы Америка, Англия и Советский Союз. Это абсолютно противоположное. Огонь и вода, к примеру, сравнить. Это несравнимо. А то, что запрягать в одну, как газели носорога, в одну упряжку, это немыслимо. Соломонов в этом говорит. Но у Бога все по-другому. Они соединились, помогали, полен ближе, присылали, тут что-то это не было. Но у Бога вымеренно это, показало это. И эта нация ничему не научилась. Вот сейчас смотри, опять жируют, опять главное пиво, баварство, животы. И тут такая нация разложившаяся. А к Богу никакого, даже ни один не думает об этом. Я был в прошлом году в Нью-Йорке, а у нас указания. Никакой религиозной литературы не должно быть. В библиотеке. Мы туда ездили, они даже разговаривали стали. У нас указания, мы библиотекарь, мы не можем пойти против. Это ни в Москве, нигде нету. Нету? И какой вывод? Ну, вывод только для себя, для одного. Ты же не можешь на что-то повлиять. И вывод в том заключается, что признать суды Божьи справедливыми. Прославляю тебя за суды правды твои. Это суд Божий был. Никакое чудо-оружие, никакие подземные, там где-то в Антарктике что-то, в Антарктиде. Это ничего не значит. Я вот прошу не назвал. В один день могу все прекратиться. Мы не идем, и это нельзя ничем объяснить, как только Божьим провидением. Слово провидение часто обещало в устах Адопе Гитера. Он не говорил Христос, Бог провидения. Но узнал, что что-то есть, что-то вперед разнаряженное в события. И когда он в Рейхстаге загорелся был, он вот и читал провидение. Теперь можно начать гонение коммунистов, а это оправдано было. Вы находитесь здесь. Я просто историю говорю, извлекайте. Извлекайте уроки из нее. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Это написано для нас, достигших последних времен. 1 Коринфян, 10 глава, 6-11 стихи. Это для всех полезно. И для вас полезно. Живущих в таком благополучии. Я нигде в Испанию, вот вы ехали в Португалию, не видел берез. Ты посмотри, какая аллея берез. Вот она. Это все березы наши, русские, подряд. С одной стороны липы, с другой так. И посмотрите, как здесь балконы делают. Угольники прямо в землю. Ну, к стенам, конечно, приклепанные. И все. Не надо ничего выдумывать. Все очень простое. Да, они очень быстро клепают. Да. У кого-то. А то туда, внутрь стены, закладывают часть плиты. У нас Павлодарю. Залезли во время какого-то, не знаю, в Сабантуе был-то. На... Человек 5-7 там на балкон. И он рухнул. И все полетели вниз, сшибая с собой. И погибли. Мы желаем благословения этому народу, правителям вашим, чтобы они обратились, покаялись. Никогда не поносите еврейский народ. Это главное. Никогда не присоединяйтесь. А за правителя надо молиться. А он не такой Путин. А кто сказал, что он такой? Он и сам говорит, что не такой. А что ты сделаешь в этой обстановке? Он может только одно сделать. Голову посыпать пеплом и уйти в затвор. И милость большая будет, что его не казнят. А на его месте что ты сделаешь конкретно? Прикинь себе. Я бы только одно уйти, плакать и молиться. Ну, что спрашивать? Он тоже в этой вязанке, в этой обойме масонской. Он показывает, как Путина принимали у масона, этого Ельцина в масона. Там Давида Швили была, ведьма. Она орден там надевает ему. Это они делают. Они говорят, оставим золотой миллиард. Бог говорит, погибнет только одна треть. А они говорят, погибнет там пять шестых. Этот замысел не будет выполнен. Но одна треть народа, это два с половиной миллиарда, должны погибнуть. Это естественно. Потому что это назначено. Зеленая трава, одна треть сгорела. Мы тут, в чем мы едем? Мы просто напоминаем, что есть Бог, есть Суд Божий. И мы это свидетельствуем. Свидетельствуем словами. Оставляем материалы. Своим образом жизни, поведением, одеянием мы всем свидетельствуем. Мы не такие. Это все видят и знают. И для чего делать и для Христа, которого мы любим? Мы просим вашего благословения. Коротко помолимся. Господи, слава Тебе. Мы просим милости Твоей. Благослови нас в это путешествие благовестническое. Дабы имя Твое святое было известно от моря и до моря, от океана и до океана. Возврати нас в жилища нашим. Даруй нам здравия животного, безопасность пути, исправность транспорта. Этой нашей колесницы. Услыши молитвы всех молящихся о нас. Во благо нам. Благослови этот город, Зоннеберг, живущих здесь. То место, где приняли нас. Это жилище добудет благословенно для всех приходящих туда. Чтобы мы в вечности все встретились спасенные Тобою, радостные. Хвала Тебя за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь и сохранит вас. С Богом. Спасибо Христос вас, сестры. Спасибо Христос. Здесь сохранил вас Христос. Будем молиться. Мне кажется, что вы самую трудную половину прошли по Европе. Расстояние, конечно, мы больше уже проехали. Главные аргументы, Инна Тихович, показывает четки. Брат, там закрыто, да? Нет, сфотографирую. Не успела сфотографировать. Поехали. Все. Вот так. Все. Еще раз покажите четки. Я не сфотографировала. Четки покажите еще раз. Главное оружие наше. Инна Тихович, показывает. Уезжайте с Богом. Да. Мы побыли. Сладко. Это Кирилл Сахаров, по четвертой книге вышла у него. Воспоминания. Свидание. С Богом, Зоннеберг. Благословляйте. Прощаемся в Зоннеберге с сестрами. Вот оно. Прощаемся в Зоннеберге с сестрами.